В этой версии программы появилось несколько новых функций, которые позволяют вам проще доставлять результаты своей работы людям, чье мнение может быть существенным для вас. Теперь вы можете обсуждать со своими коллегами склейки и планы, и монтажную последовательность буквально в прямом эфире, независимо от того, где они находятся. Все это вы можете делать с помощью новой функции iChat. Но мы сейчас поговорим о другой функции, которая наряду с уже известными вариантами экспорта, дает нам возможность, о которой мы очень давно думали. Я кликаю правой кнопкой на секвенции и выбираю команду Share. Открывшееся окно по сравнению с компрессором, с которым мы познакомились на прошлом уроке, ничем примечательным не выделяется, и по количеству полей выглядит очень скромно. В первом поле вы можете выбрать место, куда будет сохраняться ваш файл. Следующее поле предлагает вам готовые форматы для экспорта. Вы можете экспортировать видео для сервиса MobileMe. Также вам теперь не нужно ломать голову над тем, какие лучшие настройки используют для загрузки файла на YouTube. Есть опция «Другие форматы», которая, по сути, является задней дверью в компрессор. Вариантов намного меньше, но чувствуется, что мы на территории компрессора. Но то, что поистине вызвало мой интерес, это возможность делать Blu-ray диски. Это пока что трудно назвать полноценным инструментом для создания Blu-ray дисков, ввиду ограниченности многих функций, но это уже прогресс. За последнее время Blu-ray диски стали практически повседневным событием нашей жизни. Цена на них постоянно падает, и скоро они совершенно вытеснят DVD стандартного разрешения. Если вы активируете функцию по авторингу Blu-ray диска, перед вами появятся варианты оформления меню и примитивные функции для него, которые вы можете установить. Вы можете записать диск, если у вас совместимый Blu-ray привод, либо сохранить образ на диск. Здесь вы можете выбрать шаблон меню.